Сказывать вам о том, что меня ужасно бесит. Бесит меня, знаете что, когда заказываешь такси, приезжает водитель на заказ, и у него всегда на переднем сиденье какая-то вот, я не знаю, шмотки, баулы, задвинутые, передвинутые, преслопучные. Сделано все для того, чтобы человек не садился. Ты тратишь время на это, либо как бы он уже здесь сразу 20 типа назад. Я хочу сидеть впереди. Меня в машине укачивает. Что, сложно что ли? Я негодую. Так, ну что, я уже съездила по своим делам в городские квартиры, сходила в магазин, купила, что мне нужно, в солярий сходила. И знаете что, обещала с вами обсудить свой сон. Обсудить. Вообще, расскажу вам про сон. Сейчас кушаю. Последнее время питаюсь только с супчиками, понимаете, куриными. Я уже покушала и успела перейдеться в домашнюю одежду. Обещала рассказать про сон, но раз то подумала, что уже не хочу это делать. Но да ладно. Значит, мой сон начинается с того, что я живу в красивом загородном доме. Правда, ничего такое. И мне и издается звоночек в дверь. И я подхожу, открываю. А знаете, кто там стоит? Короче, на пороге оказывается Таня. Очень странно. Я не понимаю, что происходит. Но в предвкушении какого-то диалога впускаю к себе в дом. Она заходит, спокойно садится. И говорит, я хочу поговорить с тобой как женщина с женщиной. Вот. Я открыта к беседе. И она говорит, я хочу, чтобы ты просто поняла меня. И наверняка ты знаешь. Катя, ты знаешь, почему я так себя веду. У меня были душа. Я... Как бы она говорила, что было тяжело все это принять, простить. И, типа, в ней живет вот эта вот обида. И, короче, что ей хочется высказаться мне. И она в этом с ней что-то мне там высказывала. Так я очень плохо помню. Вот. А я не перебивала. Я просто сидела, я слушала. Она высказывалась, высказывалась, высказывалась. Вот. Она на уделение меня никак не оскорбляла, не задевала. А я спокойно слушала, слушала. И чувствовала я себя, как будто бы она пришла на прием к психологу. Я в роли психолога. Вот. И по итогу я просто сказала, что, наверное, ей стало легче. Типа, она закрыла какой-то свой гештальт. И теперь она сможет радоваться жизни, наконец-то. И не думать обо мне. Вот. Я подарила какую-то мандаринку. И сказала, иди в добрый путь, Татьяна. Вот такой мой сон. Скажите забавно. Ой, у нее сейчас прям это болезнь на душу, ей приснилась она. Ребята, всем еще раз привет. На самом деле у меня второй день какого-то такого унылое настроение. Ничего не хочу делать. Хочу лежать в кроватке, смотреть фильмы, сериалы, кушать. И просто, не знаю, валяться. И я уже начала себя за это ругать. Мне кажется, у меня даже уже отеки появились. Вот скажите, пожалуйста, это нормально? Вы тоже так время проводите? Или я просто, не знаю, ленивая? Вот расскажите мне, пожалуйста. Спасибо.